что там вы мне написали мои хорошие слышно спасибо оксана и остальные молчат как обычно мышки мышки мои хорошие просыпайтесь просыпайтесь будьте активными 11 участников хорошо ну и что я буду смотреть на три камеры на фиксирую куда смотреть потому что всяко бывает интернет может дать непредвиденные какие-то боя дорогие час буду смотреть здесь на телефоне вот смотри начнем с того смотрите мои дорогие начнем с того что спасибо начнем с того что каждый день я получаю в личное сообщение вопрос о гармонах вот начнем с этого каждый день это говорит о чем это говорит о том что у вас есть вопросы причем не закрытые вопросы причем некоторые пишут такие плаксивые страдальческие истории что мне хочется поговорить с вами со всеми на эту тему смотрите ведь вы кто у вас руководит жизнь напишите лично ваша жизнь кто руководит пишем чё пришли если хотите ответ на вопрос то пишите я я сама кто руководит вашим мозгом пишем опять те же самые я сама света пишет мои эмоции а кто руководит например вашим сердцем или почками любым органом вот это пишите света вообще отвечает не на все вопросы по-своему гормоны гормоны все правда считают что это гормоны вас 12 человек напишите я хочу знать что у вас голове я же не вижу вас я вас не знаю вот и представьте себе эксперт сидит перед вами и вы думаете что у меня телепатическая связь с вами но прежде чем не считать вас первых мне нужно например посмотреть на аватарку а у вас сколько у вас аватарок и даже у вас нет кто поднимут я на таня лена лариса зелененькие фиолетовые вот вы в жизни такие зелененькие фиолетовые я не для обиды говорю я для того что а как вы проявляетесь жизни о лена хочет она сказать что-то лена хочет сказать нет а чё как вошла как ваша появится хочу проявиться так леночка ну напишет поставьте аватарку моя хорошая ведь это очень важно а у меня нету вот ли елена и синенький кружочек я все вы алена елена лаврена у вас похоже 2 2 аватарки нет потому что елена а внизу алена написано мои хорошие обязательно проверьте свои аватарки посмотрите на свои аватарки ваше пространство считывает именно так вот лена оказывается вышла и спокойно сказал что она лена а вот я посмотрела на и на ее кружочек там ел и все и синенький кружочек лен есть какой-то вопрос ну раз вышло уже только я только подключилась ну ладно тогда отключайтесь чтобы энергия не уходила это видео чтобы запись была лучшего качества мозг управляет органами а мы мозгом наши мысли материальные я на я подписала умничка я я вижу что вы я на кто ты кто-то еще там микрофон заключить что не хранилось вот смотрите девочки мои хорошие начинаю заново потому что благодаря наташи приходит каждый день новые подписчики я очень благодарна наташи и и вам что вы заинтересовались моей работой в моим детищем тем что я занимаюсь целиком женщины полностью телом лицом и ее внутренним наполнением и тем самым гормональным омоложением все что входит в женское тело я всем этим занимаюсь но это не говорит о том что я не занимаюсь мужчинами я занимаюсь мужчинами только в индивидуальной работе так вот сегодня смотрите я задала вопрос про гормоны почему потому что все вокруг да около ходят а конкретно не могут задать я выявил в такой момент что вы не можете не умеете задавать вопросы и вот сейчас даже я конкретно задаю вопросы а конкретно плавающие только ответы правильного правильный ответ вы управляете мозгом мозг управляет всем остальным то есть вы сначала даете направление мозгу если вы дадите направление отдадите бразды и правление мозгу он вы проживете не свою жизнь а жизнь мамы с папой потому что у мозга ключи от жизнедеятельности только родительские и их шаблоны и как у мамы было с гормонами так и у вас будет как мама постарела в какое время папы так и вы будете потому что мозг видит только там что было впереди создаете что идти сейчас что сейчас и и дальше будущее это создаете вы здесь понятно это я совсем просто объясняю но чтобы у вас заложить уже то что всем управляет человек сам сам человек решает какую мысль закинуть какую мысль создать в голове и какую мысль проявить через мозг вы можете в двух вариантах проявить в позитивном ключе и в негативном ваш выбор в негативном это если вы подумаете и предложите если вы читаете мою книгу кто проходил бесплатный марафон подарочный марафон мои секреты молодости я вам дала почитать первую часть книги как я пришла к себе и рассказывала потом в предыдущем эфире рассказывала что если бы я жила жизнь как моя мама с папой жили то я бы владела теми заболеваниями которые были у них но я и владела ими пока я не взяла в руки управление своим телом а значит своей жизнью улавливаете разницу и если вам говорят что это все глупости и всем управляют например гормоны вот как многие написали или всем управляет как это родословное крутится наша клетка ДНК со всеми ее начинками да она будет управлять если вы так решите вот сто процентов даже на двести если только вы дадите эту информацию клетки ДНК а наши клетки нас слышат не только слышат вибрационно но они слышат мысленно мы телепатически и с ними общаемся и если вы так подумаете разрешите клетки ДНК ну да мои же так жили родители у моей мамы так было у папы так было если вы знаете их болячки да то и ну пожалуйста то и у меня так было да можно можно так подумать сто процентов можно а можно подумать вообще по другому можно сказать ну чего ради ну это вообще мамина с папиной история при чем здесь я я вообще пришла вообще услышите что я сейчас скажу опять пишите пожалуйста то что у вас инсайты сразу идут когда приходите ко мне на эфир обязательно карандаш и лист бумаги и строчите что вам зашло какие тезисно не все подряд а тезисно что вам срезонировала какая-то мысль пришла вот смотрите если например ту версию предположить как наши ученые до недавнего времени транслировали в мир что земля вообще покоится на трех китах и ведь люди верили верили вообще верили сто процентов даже на 200 и они верили до тех пор пока не стали уходить в новое то есть исследовать эту эту зону эту область уходить туда и вы знаете они как только поняли что земля то не плоская а что она круглая и начали размножаться на других они же даже не могли выйти с той территории потому что боялись что она плоская а вдруг они свалятся люди так думали потому что им заложили эту мысль и все верили и вы знаете эту историю правда знаете а потом вдруг поняли что земля то круглая и можно вообще по всей земле расселиться и они вот когда сидели на одном кулачке там друг на друге и болели постоянно потому что перенаселение и потом когда расселились по земле это далеко далеко было от нас они увидели что небо вообще не купол предполагалось да но это была истина в том мире в котором они жили наши наши предки это была истина в которой они жили и умирали но они не знали что мозг ну там и мозг был не тот как у нас мои родные мозг был неразвитый здесь сейчас нам дали возможность расширить свой мозг то есть вообще хочу забежать вперед и сказать что мозг не будет дальше идет к тому эволюция нашего мозга что он не будет разделен на две половинки он будет единым целым то есть это говорит о том что подсознание и логическое они будут вместе они будут дружить а сейчас они не дружат то есть подсознание там живет то что мы хотим сейчас знать а мозг не дает туда доступа если бы у нас не были сейчас инновационные технологии которыми владеют сейчас очень многие люди которые хотят владеть этим и вот я к тому что кто-то сказал что например гормоны вершат судьбу людей я скажу я целитель и я вам скажу что ржу не могу над этими людьми и вы меня видите в 62 года который не пьет гормоны не принимает никаких бадов лекарств а теперь подумайте а кто из них прав это ваш выбор я не навязываю вам вообще ничего вы просто видите меня и результат тех людей которые прошли курсы мои мои мероприятия кто приходил на исцеление и у вас сейчас мозг действительно некоторые не верят они сопротивляются этого не может быть она может там что-то тихушку принимает но заметьте почти все мои сверстники принимают что-то ну как бы вы не видите среди них таких как я тоже вопрос на засыпку правда напишите что правда покажите мозгу что вы начали думать что вы начали думать другую сторону по другому не то что вам как в клювике заложили знаете я слушай рядом развиваю развеиваю эти мифы что про мелатонин пишут гормон конечно еще хуже будет мелатонин вот я Ольга Мира мне 62 года я никогда в жизни кроме как в детстве не ложусь спать раньше часа ночи как вам это как вам эта история вот не ложусь и все и почему-то у меня мелатонин вырабатывает еще лучше чем у тех кому навязали мысль вложить непременно в 10 часов а то раньше и у вас будет вы будете молодыми здоровыми сон у вас будет хороший а многие на депрессантах сидят ворочаются в кровати не могут уснуть есть такие и я такой была пока не научилась разговаривать с мозгом а вот кому-то вот свете нравится ложиться в 10 часов а я скажу почему потому что мы разные есть жаворонки а есть совы и вот у меня вообще не коннектился первый брак потому что у меня муж был жаворонок а я сова вы представляете какой дискомфорт уже даже и в течение дня потому что идет стрессовая ситуация он не дает мне спать я ему не даю спать ложиться вечером а он не дает не дает спать утром какой день получается да хреновый день получается хочу вам сказать хорошо что дочь родилась тоже собой и мы его обуздали и он потихоньку ложился потихоньку потом научился уходить по своим делам чтобы нам не мешать понимаете ну была стрессовая ситуация а ведь всем навязали и сколько я пробовал ложиться в 10 часов крутилась вертелась вот так все и за мной постель а потом так разозлюсь что я вообще до утра не могу уснуть я уже злая как черт кто-то написал Ольга вы наш ангел да знаете я человек я человек я не ангел точно сто процентов не ангел я человек я могу материться если мне наступит на мой пушистый хвостик могу в таким матом обложить что мало не покажется вот такой я ангел знаете я человек который живет так как хочет и это так как хочет я выстраивала 25 лет и начинала все после болезни когда врачи вообще сказали ничего тут невозможно сделать и живите как хотите и я нашла методы как жить так как я хочу как мне сказали ну живите как хотите как можете вот я и живу как хочу как могу но при этом я не обращаю внимание на то что прописывают какие-то другие специалисты я научилась жить интуитивно и вы знаете мне это помогло я выстроила целую систему которой аналогов нет вообще и через эту систему алгоритм молодости проходят люди на моем курсе и получают те результаты которые они хотят получить уже за два месяца и вы видели я вам предоставила кто уже давно со мной они знают этих людей но кто новенький конечно для них это просто вообще что-то непонятное странное подумать по-новому это значит открыть ту самую дверь которая закрыта для вас это и есть новые возможности из гормональной системы такая же история я уже вам говорила что гормоны сами по себе ничего не решают это просто одна из систем нашей одна из наших систем жизнеобеспечения только и всего почему у вас выделительная система на таком месте если вы пишете гормоны на какое место вы его поставили а вы знаете с выделительной системы я начала свое здоровление а вы с гормональной начинаете а гормонов и даже не представляете их около 80 но вы знаете только несколько и вот в поле здесь щитовидку мелатонин и несколько гормонов которые вот маячат у вас перед глазами и все а вы 80 гормонов увидите и попробуйте их восстановить или там таблеточками какие вот вы представьте себе 80 гормонов 80 гормонов сколько надо таблеток выпить за день чтобы вы вы их как-то смогли в баланс привести да это абсурд и доосы практики доосизма пять тысяч лет назад это знали понимаете это не мое я вам вот свое не транслирую у меня только алгоритм молодости мой но я его создала на основе древних знаний и инновационных технологий которые сейчас идут на землю ну не сейчас а давно потому что я 10 лет уже целитель и у меня три технологии с которыми я и работаю это тето целитель энерго целитель мастер 5d пространство есть еще другие но их я редко использую расстановки это так мелочи основа у меня другая и все они все те эти три истории технологии инновационные работают с мозгом то есть я больше 10 лет работаю с мозгом и я знаю как он работает этот хитрец наш но без него никак его нужно обуздать с ним нужно договориться им надо научиться управлять обязательно если нет этого этой истории управления мозгом то гормоны будут творить то что они видят в социуме то что вам показывают специалисты которые работают с ними они же просто работают ну если вы не приходите к врачу и не спрашиваете вот почему-то не приходите к врачу и не спрашиваете или к какому специалисту а где можно посмотреть результаты ваших клиентов ну напишите кто так приходил хоть к одному специалисту есть такие 1 я напишет остальные спят а это значит что у яны только мозг работает остальные в спячке я только провела женские практики даоски с девочками наполнилась энерги и им помогла наполниться восстановила и женскую ну там много чего восстановила помогла восстановить и вот пришла к вам и как вы видите вот у меня 10 вечера пол один у меня самоработоспособность с 10 до часа а вы говорите мелатонин в 10 часов даже в голову приходила врачей спрашивать вот видите один человек признался даже в голову не приходила почему-то другим специалистам где вы увидите хорошие результаты у вас недоверие сомнения вы создаете препятствия но я вам сейчас открою секрет секретный это не вы это ваш мозг неприученный создает такой коллапс потому что он же не знает куда идти вы же его не направили у него есть только одно вот прийти к врачу и спросить и что он скажет это прям 100% мне должно помочь он прям поможет и все понимаете понимаете это тоже самое я не зря пример привела девочки как с землей что она покойте на трех китах так же и здесь такая же история нас направляют на развитие туда где мы думаем где мы думаем в пользу себя знаете когда-то у меня был лет наверное 8 назад вот такой такая история вообще вопиющая ко мне вдруг до отъезда в Сочи я из Сибири в Сочи уезжала потом вернулась ко мне вдруг стали приходить клиентки с у нас в Кемерово с какими-то странными диагнозами что у них то там опухоль то там опухоль и сразу подмож знаете сразу на операцию и я сразу вспомнила как мне тоже предлагали все отрезать и все вам же у вас же уже есть ребенок зачем вам матка у меня миома была операбельная 14 недель зачем вам матка ну как бы да а у меня был опыт потому что у мамы мама в 30 лет меня родила и у нее все органы женские удалили я видела как она жила с папой нахрен мне это надо у меня сразу мозг я подкрутила там где раскрутилось у меня все и вам необходимо это сделать если у вас есть такая история никогда всегда читая отзывы клиента прежде чем выбрать специалиста и только потом никогда не спрашиваем про пациентов врача они скажут что это врачебная этика молчать секрет только сайт про докторов где люди делятся проиграть ну вот понимаете да ну как бы вот есть история а я вам скажу почему потому что вы бы и хотели поверить мне новички но ваш мозг не пускает в эту открытую дверь она у вас закрыта она у вас под семью замками потому что у вас есть привязка к тем шаблонам которые управляют вами то есть которые в подсознании сидят и их надо расшевелить это нужно работать с мозгом чтобы пойти в новое вот так вот взять либо здоровье совсем вот ухнет в яму в помойную и тогда уж когда деваться вот как мне некуда деваться было и я начала заниматься собой и так и у вас будет если вы не доверитесь не начнете доверять себе себе не врачам не кому-то а себе сядете и поразмышляете вот спрашиваю что ты делала приходит запросом что ты делала то-то то-то я говорю тебе помогло а она не слышит этого вопроса и вот еще к тому специалисту я опять спрашиваю а тебе помогло да я еще вон туда я говорю ты слышишь меня или как уже на повышенных тонах и до человека доходит говорит нет я говорю только может быть наверное в другую сторону посмотреть и опять молчание то есть мозг не понимает в какую сторону а если мозг не понимает как у вас изменится гормон гормональный уровень и как вы измените 80 гормонов и вот теперь поймите что вот это вот эти вопросы которые вы задаете про щитовидку значит что там еще сейчас посмотрю чего написали то я увидела только верхний вот вопрос возможность регулирования женских гормонов в премиумных узелках возможно есть возможность какая вывести в баланс эстрогены если просто ответить смотрите в эту сторону здесь все виноват вся вина идет на гормоны эстрогены здесь с ними нужно разбираться второй вопрос особенностью управления гормонами щитовидной железы при аутоиммунном заболевании вот смотрите щитовидка гормоны щитовидной железы давайте смотреть давайте думать я вас заставляю сейчас думать если щитовидка пассивна человек в депрессии испытывает качели эмоциональные качели так так если она активна то он злой женщина злится она в тревоге она в напряжении так скажите как вы думаете урегулировать вот напишите пожалуйста ваши мысли а я вам потом скажу напишите здесь вас никто не видит а в лоб никто не стукнет а я пока вот мнение врачи проверяю у двух специалистов так как часто ошибочные я вот начала и не закончила и вот приходит одна клиентка с диагнозом таким другая я смотрю а там вообще нету этого смотрю вторую а нету еще с одной ты съезди в другой город и проверь уже близкие отношения близкие близкая пациентка иди в другое место ты у скольких проверяла у одного двух с таким диагнозом надо же ехать в другой город и проверять там здесь правды не найдешь она поехала в Петербург в институт какой то там инкомп открывала двери какая активная женщина и как оказалось у нее этого диагноза нет а она переживала полгода ну одно только хорошо что вес кинула лишнее перестала жрать а некоторые же заедают наоборот вот и потом эта история почему-то не кончилась потом приходит ко мне дочка и говорит мама слушай ты бы посмотрела вот девочку которую недавно я у нее на свадьбе жила девчонка такая кровь с молоком она с деревни она по-моему второе и выше получала тогда образование уже не помню ну правда она недавно была ну год назад на свадьбе у нее и у нее ставят что там что-то надо вырезать то ли яичники то ли в матку господи что за история начиная списываться с этой девочкой с этим ребенком она такая же как моя дочь и меня сразу понимаете я как мать сразу занервничала как-то так девчонка кровь с молоком и вдруг с деревни такая пышущая здоровье вдруг ставят вот вырезать все прям я начинаю с ней списываться и говорю где ставим где такой диагноз поставили она мне пишет как раз о тот центр откуда вот все такие диагнозы я я говорю иди вот туда туда и туда два направления дала два направления дала и говорю запомни раз и навсегда никогда не верь одному человеку если ты сама себе не веришь тебе нужно подтверждение нескольких специалистов прям прям 3-5 иди и бейся открывать двери ну говорю вот вот сюда пойдешь там узисть я знаю она всю жизнь работает она еще меня смотрела а я уже сколько лет не хожу они они ко мне ходят поэтому иди если если что я здесь я никуда не денусь и она мне пишет где-то недели две прошло я уже забыла про нее она пишет спасибо что вы меня направили а у нас говорит дело до развода потому что она попала в деревне в богатую семью где мальчик оказался с составительными родителями и вдруг вот ей такой диагноз ставят и они понимают что у них не будет потомство да и там уже накалилась атмосфера и вот она идет другие места проверяет узиста и у этот узист эта женщина которая всю жизнь узи смотрит она говорит а у вас ничего нет где он такое поставили понимаете да и я тогда пошла в себя думаю что ж такое и ко мне тогда пришел инсайт вот тогда пришел инсайт я зашла определенное состояние давай допытывать допрос с пристрастиями и мне пришла информация что каждый врач видит свою картину как вам и каждый узист представьте себе он видит свою картину я потом вспомнила что я вот эти снимки которые они мне давали я вообще ничего там не могла разглядеть чего они там вообще видят но их научили как-то видеть да особо обратите внимание на научили ну кто-то же может хорошо учиться а кто-то как попало да может может и ведь они не себе ставят это диагноз не своим детям тут ответственность за свое здоровье можно брать свои руки и человек и даже на том конце специалист любой специалист он человек он может сделать ошибку он может быть с похмелья потому что многие врачи пьют а они считают что это для для расширения сосудов у меня нет мало пьющих у меня есть люди которые пьют и которые не пьют потому что объясняю потому что для мозга что ложка спиртного любого что 2 литра все равно он не различает нервные клетки они действительно погибают клетки мозга они погибают их потом нужно нарабатывать даже если вы выпили ложку и поэтому когда врач считает что спиртное может расширить сосуды это во благо я считаю что это пьющий специалист логично напишите что это нелогично что я нелогично сейчас объясняю откуда вы знаете когда приходите налить на диагностику что человек делал вчера так вот только юля ответила правильно потому что юля давно со мной чтобы привести все гормоны в норму все 80 гормонов необходимо подружиться с мозгом дать ему команду повлиять на что на какую систему на нервную никак не на щитовидку никак ни на пролактин ни как там на что еще вы писали это отдельные гормоны вы не поймите в своей головенке что это отдельные гормоны они вместе все все вместе создают либо баланс либо дисбаланс потому что каждый гормон влияет на другого есть гормоны стресса и вот про пролактин кто-то задавал вопрос почему сейчас напишу сейчас почитаю конкретно потому что я мельком мне некогда было сегодня впервые столкнулась с гормоном полактин в 6 раз выше нормы врачи назначили много дополнительных обследований о чем может говорить показатель этой ситуации я вам сразу скажу а где вы стрессонули так что ввели в стресс этот гормон и что он начал плодиться в 6 раз больше это какая-то такая стрессовая ситуация стрессовая ситуация была что он ого-го куда пошел мне вообще не нужны ваши диагнозы я все я знаю как работает эта сеть вся система не только гормональная а вся система в целом именно поэтому я вам и говорю что все необходимо приводить в баланс а не по отдельности и девочки которые приходили и щитовидку приводили в норму как они считали они приводили ее в баланс именно поэтому у Татьяны которые вы смотрели видео наше видео с ней врачи удивились такого не может быть почему не может если человек договаривается с мозгом а на моем курсе он договаривается с мозгом потому что мозгу то некуда деться потому что тут надсмотрщик который знает как работает этот мозг и тут уже ему некуда деваться тут приходится уже играть по тем нотам которые специалист по работе с мозгом предлагает понимаете разница какая вот и почему то вот это тонкое звено исключают а я вот уже давно думаю а может быть специально его исключают потому что это самое тонкое звено самое ценное оно является мощнейшим звеном к полному выздоровлению а вот я вам предложила за ничтожную плату 999 рублей прийти ко мне на интенсив чтобы разобраться с этой историей но пока что в чате 6 человек то есть это звено интересно только шестерым а остальные то не видят историю на полном экране они видят только фрагмент как вот этот пролактин или эстроген или щитовидку девочки в отдельности наши у нас ничего не работает открытым текстом вам говорю сколько раз не работает более того наше умное тело оно настолько умно устроено высшей разумностью тоже услышите и запишите себе что даже если какой-то орган удаляет то на всех остальных телах он присутствует а что это говорит что можно энергетически воздействовать на него как вам эта история и даже если удалили там щитовидку как у Лены например я так пример Татьяны и Лены вам предлагала у Лены была операция там я не помню что то у нее удалили сколько там чего то но факт остается фактом что она пошла в додумывание обдумывание восстановление сама и даже убрала сама начала убирать гормоны взяв ответственность на себя потому что ну это не моя щитовидка вообще то я всех людей которые ко мне приходят вывожу на самостоятельные действия потому что я сама этим занимаюсь у меня нет другого инструмента мои дорогие и это могут подтвердить все те которые меня лично знают та же Юля она меня в живую знает она из моего города многие здесь знают меня лично и этот инструмент который позволяет через мозг все все наши системы привести в норму ой в норму в баланс я отвергаю нормы я считаю лично я считаю что нормы нет почему потому что мы все индивидуумы мы все разные не может быть норма у всех одна я в предыдущем эфире это говорила вообще не может никак не может потому что здесь несколько факторов и самый главный фактор что у нас чем у нас начинка какая начинка у нас вот здесь это главный фактор и он подтверждает что у нас не может быть одинаковой нормы никак не может ну всех же гонят по одинаковой норме да абсолютно всех и что о балансе вообще никто не говорит знаете почему не говорят потому что не знают а люди пять тысяч лет назад знали куда смешного ну просто пять тысяч лет назад не было коммерческой медицины там если целители были так они целители были они исцеляли реально и показывали людям после исцеления как это самостоятельно дальше продолжать чтобы они не приходили на повтор а у нас ведь еще и на повтор ходят да как вот у меня одна клиентка косточку на ноге выпирающие на ступни удалили а через некоторое время в голове ничего не почистили заметьте я сразу и сказала как она опять вырастет как вырастет они же ее удалили через некоторое время она у нее выросла в голове это ничего не исправили ничего не убрали со старых мышлениях ее родовой системы не убрали а мозг взял и восстановил по прежней схеме и так работают и все кисты в нашем теле увидят где-то одну кисту и не додумывают что их если одна есть значит есть и в других местах они есть и снутри и снаружи но если удалить одну она еще разрастется пуще прежней потому что новообразование и гормоны вот дисбаланс дисбаланс гормонов о чем говорит это сигнал человеку что ну подумай по другому пойди в другую сторону увидь то что тебе закрывает логическая часть ума иди туда позови на помощь тебе придет человек ну вот 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 вы пришли и что ну вот вы задали вопрос задали вопрос я вам сказала вот на все три вопроса ответила пролактин мне ответила пролактин он он состоит в системе гормонов стресса уже одно название говорит что это гормоны стресса а гормоны стресса как как это сказать исцеляются выравниваются через снятие нервного напряжения как бы куда идем опять куда пришли напишите обдумайте обдумайте это это эту маленькую цепочку которую я уже вам говорила к чему мы опять пришли Яна активная молодец умничка мозг прям у нее работает хочет решить видно какую-то проблему умничка я сейчас никого не хочу обидеть девочки я не хочу никого унизить я не хочу никого никому сказать что там врачи какие-то нет у меня в группе есть врачи они ходят ко мне я знаю что это просто люди которых научили вот и все мне тяжело дается договориться с мозгом так поэтому и необходимо идти на обучение на любые обучения которые я предлагаю вам необходимо идти потому что у меня цены ты вообще можешь сказать на некоторые мероприятия вообще смешные ну просто смешные но если вы не можете найти 990 рублей тысячи без без чего там 3 9 просто мне интересно сумма не хотела 3 0 поставить 0 это ничего это просто маркетинговый ход а так ну если вы тысячу не хотите за идею даже дать а там 4 практики 4 шага то вот вообще задайте себе вопрос а че я хочу вообще от Оли сейчас если я даже тысячу не хочу вложить в свое обновление пентиума и у вас придут ответы честные надо быть честными с собой кто-то говорил что там что я в маске в какой-то или что маски нужно снимать когда вы видите человека в маске значит вы в маске живете нужно заставить работать с мозгом нужно идти туда где он страшнее всего что и страх это на самом деле двигатель прогресса все болезни от нервов да абсолютно да точно Яна говорит я со Светой и с Яной общаюсь лучше нет никого да хотя 28 участников я хочу вам сказать что недостающее звено ценное это как раз нервная система это как раз наш тот самый психоэмоциональный фон которым люди вообще не умеют владеть и которые упор сделали на восстановление мелатонина а сами не знают как постановить тот самый психоэмоциональный фон как быть ровной по эмоции а до осы пять тысяч лет назад у них есть такая постановка вопроса что чем старше человек становится тем чаще он должен быть в выровненном психоэмоциональном состоянии что это значит это значит что он должен нарабатывать мудрость и хотя бы к возрастному периоду который называют современные специалисты климаксом а я называю просто переход в новый период возрастной период значит к этому периоду необходимо обуздать свои эмоции и научиться владеть психоэмоциональным фоном я так и назвала этот интенсив эмоциональный интеллект я этим хотела сказать что вам необходимо грамотность психоэмоциональной грамотностью владеть ну если я так напишу многие обидятся скажут ну что она меня считает там такой-то я никого никакой не считаю я говорю то что я вижу судя по вашим вопросам мои дорогие и девочки мои хорошие я тоже такой когда-то была не думайте что вы все хотите узнаете пришли от Наташи и сразу пишите я хочу на курс хочу на курс хочу на курс я до трех часов ночи разбирала свой ватсап и в итоге получилось что только несколько человек хотят реально на действие вывести себя потому что многие думают что они напишут Ольга я хочу к вам на курс и они завтра а может быть даже сегодня станут такой же как и я ну прям правда такие иллюзионисты они думают что у меня есть какая-то волшебная палочка я там махну прикоснусь к ним рукой и все и они сразу такие станут стройные с гладкой кожей прям вот вот такой ну это же смешно мои хорошие вы десятилетиями делали наоборот да по незнанию ну и я так делала я тоже так делала как вы и вот вы смотрите вы упор сделали вы все почему я гормонально начала а потом отошла вы почему-то упускаете кишечник а у меня меня ткнули носом и я вышла на целительность только через проблемы с кишечником представляете люди вообще думают что ну чё там ну выпив слабительную да и все все эти действия они извне они наоборот функцию выводящей системы нарушают ее необходимо наладить чтобы она изнутри работала как часы вот как и это возможно и отсюда с этого шага у меня пошло выздоровление и у меня уже на третьем уроке первый мы работаем с чем с мозгом второй с нервной системы третий это уже очищение три вида трех видов тел я даю и мы очищаем и очищаем еще и органы и лимфатическую систему то есть понимаете структура это важно это важная история если без структурно вот вы у вас мысли не структурные что с щитовидкой что с эстрогеном что с пролактином здесь нет структуры это отдельная мысль это одна отдельная боль ваша болючая но эту боль необходимо вставить в какую-то систему сейчас я по шагам прямо знаете как маленьким грудным ребятишкам показываю систему чтобы выстроить чтобы встроить в эту систему чтобы она вся система нашей жизнедеятельности заработала так как она должна работать по истине творца как говорят целители истина творца это мы созданы что у нас все работает отлично это мы сами все рассоздаем какие-то есть да опыты там какие-то события какие-то ситуации да мы сейчас не об этом мы сами затеяли эту игру совсем просто давайте мы сами затеяли эту игру и вот когда-то я поняла что я играю не в ту игру и я создала новую и стала к этой игре к этой игре я стала пазлы складывать 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 и понимаете игра выстроилась в систему алгоритм молодости который долгое время помогает и мне я же сама в этом алгоритме молодости и моим клиентам которые придут и дорогие мои вот некоторые пишут ой ну там то что так придумывают невозможно 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 из этой системы только один орган или одну систему подправить представляете невозможно потому что все связано друг с другом это цепь это цепочка вся цепочка которая связана и она образует либо баланс либо дисбаланс я прям хочу чтобы это упало вам в голову чтобы вы поняли что такое норма какая-то придуманная кем-то и что такое баланс вот Наталья пишет жаль я буду в дороге в это время это вам мозг говорит потому что все в записи сохраняется на телеграм-канале каждое мероприятие у меня сохраняется я его провожу и ставлю его на продажу все кому нужно берите и используйте эти знания я ничего никуда не прячу я ничего никуда не стираю у меня все что телеграм-канал разрешил два года как я ушла с платных ресурсов перевела курсы закрыла там все причем они у меня ладно не будут это говорить перевела сюда в телеграм-канале потому что здесь все нам телеграм-канал разрешил я дурову очень благодарна прям вот благодарственная энергия каждый раз посылается и он разрешил нам пользоваться пожалуйста пользуйтесь не можете сегодня смотрите завтра не можете в дороге вы что в дороге всю жизнь что ли в дороге понимаете как мозг пудрит вам всю идею и всегда так пудрит и будет пудрить до конца жизни пока вы не возьмете браты правления в свои руки правда я когда это узнала думаю боже мой ты же меня как ребенком меня водил за нас столько времени ах ты серое вещество а ну-ка я тебя возьму в тиски и будешь делать собака такая так как я махачу и вы знаете вот 10 даже больше 10 лет лет работаю с ним и он нет нет возьмет и какую-нибудь пакость выкинет иногда получается сначала в лоб да сначала в лоб я от себя трескаю а потом уже захожу в определенное состояние начинаю исцелять эту историю то есть это работает всегда на любой уровень человек поднимается и на любом уровне у него начинают проявляться и страхи и там еще какая-то фигня все это проявляется ну здесь уже на другом на других уровнях человек уже понимает что так это поиски мозга а у меня уже есть атули там та практика та практика та практика а зайду-ка я сейчас в состоянии и сделаю так как я хочу а не как хочет мозг могу легко и мозг в шоке он понимает что соперник-то ого-го какой это он живет в моей коробочке в моем теле в моей стране а не я вы его заметьте я живу в своем теле и каждый из вас в той стране в той реальности которую создал высшую разумность бог творец создатель вселенная вы знаете у бога много определений но он единый это та мощь которая создала нас и мы живем в этой стране в этом что он создал и точно так же наш мозг живет в нашем теле а не мы в его а это значит что если кошка моя живет в моем доме то наверное она будет жить по моим правилам а не я по ее правда это совсем легкий пример а ведь она пришла и пыталась меня подмять вот таким маленьким котенком под себя и делать что она хочет но нет я же созидательный человек я ее сразу направила куда надо иначе бы она что хотел то и дел правда правда и ребенок так же и партнер так же если они делают в вашей жизни то что они хотят и вам это не нравится то вы живете их жизнью как ваш мозг если у вас болит какая-то боль болючая в каком-то органе значит вы не договорились с мозгом и он не подключил нервную систему а вы ходите сдаете анализы на это про лактин чего там еще на щитовидку на эстрогены с эстрогенами вообще там можно договариваться очень много но на курсе я даю 4 диагностики определенных гормонов где человек сам их начинает в течение жизни отслеживать диагностировать и туда ходят эстроген и даю исцеление которое записано более того в этой работе уже вот уже в нынешнем уголовленном курсе я даю еще нейротренажер который человек слушает что значит слушает я ему помогаю создать новый шаблон поэтому по этой боли болючий я помогаю ему и он если это делает он сделает себе здоровый орган потому что у меня есть опыт я работала помните я работала определенное время с зависимыми людьми но если говорить совсем просто то я вижу по каждой проблеме зависимость у людей зависимость от болезней зависимость от хождения по врачам по специалистам зависимости от всего и то что не дает вам пользы и вы не видите продолжаете ходить это говорит о том что вы ходите по кругу и мозг вас водит по кругу он не дает вам выбраться из этого круга и поэтому у вас ничего не решается можно ходить хоть сколько хоть куда если вы не сделаете вывод не определите что вы хотите в этой жизни что вы хотите сделать со своей системы которая вышла из-под контроля это же просто система какая-то вышла из-под контроля что вы хотите с ней сделать ну придите пожалуйста например Юля приди пожалуйста к своему гинекологу и спроси что вы можете сделать чтобы привести в баланс все все гормоны по-женски вы же неправильно вопросы задаете а некоторые не умеют задавать вопрос я вы 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 вытягиваю вытягивают по ватсап приходит я хочу на курс и я этими вопросами вы вытягиваете более вытягиваю не может человек притискать у меня вот так то так то я хочу вот этот это все хотят быть молодыми здоровыми красивыми ну это же несколько можно вариантов использовать можно пожалуйста эти губы накачать да силиконом даже вот здесь а можно прийти и мой использовать алгоритм по работе с мышцами иметь приличные губы они они неприличные как они носят вы же представьте себе что это клоны которые люди которые носят вот эти губы они клоны голливудских персонажей которые через 25 кадр вселили в головы прелестниц наших которые позволили вселить и они почему-то решили что это красиво ну это их выбор скажем так но это по каждому моменту я просто показываю примеры на самом деле ведь большие огромные губы на маленьком лице это это уродство как бы давайте называть называть честно своими именами то что есть но почему-то вот многие кто-то один сказал что это красиво и все стали это говорить да благо сейчас раскрыли истину про импланты грудные импланты они вообще изначально были для тех кто по определенным причинам потерял грудь это была помощь человеку но не как в здоровую грудь вставлять силикон который вообще непонятно как поведет и он непонятно и ведет заметьте и уже на западе бьют тревогу и те же кто рекламировал эти силиконовые грудь да сейчас с этим там судебные процессы идут ведь нам никто не говорит об этом правда никто и все почему-то я всегда удивляюсь грудь это вообще орган для вскармливания детенышей как бы тут не о красоте дело кто вам вселил в голову это я опять развеиваю миф о красивой и некрасивой груди это орган для вскармливания не детей то и только вот почему-то давайте вопрос на засыпку что-то вы своему мужчине не говорите если там у него маленький инструмент и он вас не удовлетворяет в постели вот вы не говорите иди-ка сделай там побольше что-то не нравится там вот он у тебя какой-то корявенький ну блин не говорите а вот стоит только ему какому-то недоумку сказать что-то про вашу часть тела вы несетесь и начинаете и силикон придумывать и какие-то операции и какие-то гормоны и что-то использовать вообще непонятное не думая о своем здоровье как будто вам еще пять лет только жить вперед а впереди то еще жизнь и вы не знаете как как с этим вообще жить гормоны вообще непонятная история вообще непонятная история непонятное вообще все что инородное для тела это все непонятно для организма Девчонки, всё непонятно. И поэтому я и создала этот алгоритм молодости и все мои мероприятия, чтобы вы самостоятельно выходили. И я вам даю инструменты, которые проверены временем, и они безопасны, потому что их уже 15 тысяч лет назад создали, и столько уже женщин прошло через них, что ого-го, вам и не снилось. И они понятные, они доступные. А не то, что эфомерно что-то там как-то, у кого-то, чего-то, где-то, кто-то сказал, да вы сами это сделайте и сами отслеживайте. Видите, я же на курс, сейчас заходят 11 числа на курс люди, они уже предварительное задание у меня, я им дала целительское. Кто по внутренней рассрочке зашел, разрешила я внутреннюю рассрочку, потому что опять разругалась теми специалистами, которые предлагают банковские кредиты. Представляете, что дают ссылку, вот автор, сейчас скажу, какая фигня, название. А чтобы не голословно быть, мои хорошие. Актив кредит. Прекомендовали мне его. Не дали объяснений, вообще не дали разобраться, где преимущество, где чего. Вот ссылка дадите своим клиентам. В итоге клиенту ничего не объясняют. Мне тоже не объясняют. А в итоге я еще должна платить 7% за то, что я им привела клиента. Я говорю, а за что я должна вам 7%? Ну что, вложите стоимость курса. Представляете? Я говорю, это человек должен отдать деньги вам за кредит. Еще за то, что я сделала плюсом эти 7%, да, то, что вы и сделали. Я говорю, вообще жирного вам не будет никак? То есть я с мозгами дружу, девочки. И мне вообще не зазорно сказать там специалисту, пошли вы знаете куда. Вот этим всем. И я уже сейчас кто-то и дала опять разрешение на внутреннюю рассрочку. Рассрочка до, короче, до окончания курса. То есть ежемесячно там, но только чтобы вот курс 4 месяца, за 4 месяца выплатил. 3 месяца, за 3 месяца выплатил. Ладно, опять взяла я ответственность за это. Но меня это бесит, когда люди за нас по разным структурам водят. Вот прям бесит. И люди этого не понимают. Несутся вот эти кредиты непонятные. Какие-то проценты непонятные. И даже слова сказать не могут. Они даже не хотят разобраться. В голове не хотят покрутить мозг и сказать. Мне это выгодно? Нет. А что я туда иду? Так вот я уже сейчас предварительное задание им дала, целительское. Я дала им практику, квантовую технологию. Они у меня слушают, как избавиться от кредитов и долгов. И именно поэтому у меня расплачиваются клиенты по моей внутренней рассрочке. И которые я не привлекала из-за них. Еще быстрее, чем они думают. Потому что мы уже сейчас. Я еще и работала с ними. А у них уже мозг начинает работать, искать варианты. Вот как работает целительская система. Она сразу работает на благо человека. А не когда-то потом. Неизвестно как. Но если человек идет. Идет и делает то, что ему предлагают. А не то, что там непонятно. Сегодня одно, завтра другое. Да ладно? Ой, да чего там? Ну, знаете, вот когда такие вопросы непонятные задают и не знают, что они точно хотят. Я сразу говорю, нужно работать с мозгом. Идите, берите. Вот у меня, пожалуйста, навигацию пройдите, посмотрите. Там есть вообще все для работы с мозгом. По любой цене. У вас есть? Вот, пожалуйста. Сейчас. Прямо сейчас. Есть. Четвертого числа. Это когда? Это через два дня я проведу. И там тоже ценности. Вот, выше крыши. Думаю, ну ладно, пусть за тысячу рублей уже придут и возьмут там для себя. Начнут двигаться. Хоть направление возьмут и будут делать эти техники, что что-то там сдвинется с места. Хотя бы сдвинутся, хотя бы посмотрят. Хотя бы что-то сделают. Девочки, а я за вас не буду делать. Не буду. Нет. Более того, на курсе я ни за кого ничего не делаю. Я не беру ответственность за ваши результаты. Я направляю и даю вам, и слежу, отслеживаю ход. Обратная связь, ход событий. Каждый день на связи. Каждый день я отслеживаю, что человек сделает, как он идет. И обратная связь у меня каждый день. Да. Именно так. Я встраиваю это все в голову. А не так, что вы придете и за раз. Раз вам все бухнется. Да ни один мозг не выдерживает в это за раз. Поэтому я работаю 4 месяца. 4 месяца. А вы задаете вопрос по одному эстрогену, по щитовидке. Это все входит в общую структуру, мои хорошие. И не тешьте себя надежды, что если у вас больная щитовидная железа, вы ее поправите, если будете принимать определенный гормон. Вы их будете поддерживать в том состоянии ни рыба, ни мясо. Ну потому что мне рассказывали девочки. И Таня, и Лена рассказывали, как это происходит. И как они зависимы к этому гормону, привязаны. Ну это зависимость, да. Это зависимость от лекарства. Лекарственная зависимость, она скоро будет. Вот я ее уже проявляю в пространстве. А скоро многие будут, наверное, уже этот термин войдет. И люди будут об этом задумываться. Ну как бы так об этом надо думать. Потому что это, я не считаю, что это лечение, если берется отдельно щитовидная железа или отдельно как-то урегулирование гормона эстрогена или пролактина. Я считаю, что это горе специалисты. Да. Мое мнение таково. Потому что отдельно наладить это невозможно. Потому что все вот это, что я перечислила, идет через работу с мозгом и с нервной системой. Здесь везде участвуют, в трех вопросах участвуют везде гормоны стресса. А гормоны стресса, с гормонами стресса, девочки, ну этим руководит нервная система. Ну как бы не надо быть детьми совсем. Не надо вот вообще прикрываться, вот вообще, что я ничего не вижу, я в скорлупке ничего не знаю. Нужно иметь гормональную грамотность. Чтобы выжить в этом мире, нужно иметь вообще грамотность своей физиологии, как это все работает. Если бы я это не изучила, человек без медицинского образования, меня бы здесь не было. Потому что они отказались от меня. Вам 35 лет, как бы, идите, надевайте белые тапочки. Как вспомню, так вздрогло. Вот, поэтому, знаете что, мои хорошие, спасение утопающих рук самих утопающих. Меня бы бросил мой мужчина, если бы я что-нибудь себе вставила. А у меня ни один мой мужчина, ни один мой мужчина о моей внешности даже не высказывался в негативном ключе. Они знали. Каждый из них знал, что это чревато последствиями. Понимаете? Я могу в лучшем случае сказать, что его это не касается, потому что это мое тело. Это в самом лучшем случае. А в худшем случае такое сказать, что он знал, каждый из них знал, что я могу сказать. Представляете, какую иметь надо ценность своего ресурса, чтобы любому мужчине сказать в лицо, что иди-ка ты в свой пивной живот и посмотри, что у тебя там. Или посмотри-ка, через живот ты уже свой не видишь уже сколько лет. Вот сбрось вес и посмотри, в каком он состоянии. Можно? Почему нельзя? Можно. Если у вас тиранят, значит и вам необходимо ответную реакцию давать, а не быть в состоянии жертва. Потому что жертва это всегда есть преследователь. Обязательно ее будет преследовать кто-то. Это будет делать, я делаю со своим решением на моем состоянии. Олечка, я рада. Благодарю, это истинно. Узнала о вас от Натальи. Я к Наташе иду, вот 5-го числа. Вот смотрите, девочки, почему вот многие спрашивают, ну, Соль, ну как так? Девочки, я всегда обучаюсь. Вы не представляете, сколько я вложилась уже в обучение. Вы даже не представляете. Я как целитель, только имея столько технологий. А ведь у мастеров, у всех мастеров обучение дорого. Ну, прям недешево. А если еще мастер, например, как китайцы, как в Доминикану я ездила. Это же там на евро, там на доллары. А они не понимают, что в России это вообще другие цены. У них нет вот этого понятия. Они просто озвучивают и все. Девочки, я всегда учусь. Я всегда мозгу даю понять. Ты не спишь. Ты, блин, работаешь до конца наших дней. И вот я пойду к Наташе 5-го числа. У нее возьму что-то. И может быть там, я знаю, что много я там, что она делает, я знаю. Но у меня есть мнение, что какой-то пазл я от нее возьму. Интуитивно я чувствую. Светлый человек. Очень хорошо от нее идет энергия. Светлая. И я пойду у нее возьму еще что-то. Понимаете? И так надо всегда. А не так, что вы когда-то закончили один вуз и все. И обучение на всю жизнь это. Нет. Зюльфия, я не крутая. Я вам хочу сказать, что я на самом деле такая же женщина, как и вы. Когда я начала свою деятельность, я пришла со своими программами, я пришла в лучшие спортивные центры, и меня звали в эти центры. У меня не было никакого физкультурного образования, ни медицинского образования. С моими технологиями меня звали, потому что они видели, как группы, как на меня идут люди. У меня же группы были битком. И люди, они мне давали такие, это же такие отзывы. И это было видно, какие они приходили, какие уходили. Это все я сделала для себя, а не для кого-то. А потом, когда увидела, как это работает, я стала делиться с миром. И тогда получилось еще лучше. И когда ты делишься с миром, а не просто как, знаете... Как моя бабушка говорила всегда, у меня на языке что-то сейчас... Оленька, не надо жить, как многие живут. Я говорю, а как живут? А они как говно в проруби. Простите за мой французский. Вот так вот она говорила. У моей бабушки вообще ни дня образования не было. Крестик ставила, писать не умела. Но мудрости было вот выше крыши. Выше крыши. А сейчас, вроде, знаете, и по 2-3 образования имеют. Ходят на тренинги, приходят ко мне, Ольга, я же там столько тренингов прошла. Я говорю, а после тренинга? К чему вы пришли? После любого тренинга? Мне ничего не помогло. А вы делали? В тупор. То есть надо же усвоить информацию. Надо же пройти по алгоритму, что вам дали. А человек ничего не понял, закинул, а некоторые вообще не открыли. Ну, у него в подсознании где-то, да я же это вроде как брал тренинг там или еще что-то. Ну, как бы вот люди некрасиво ведут себя с обучением. Прям некрасиво. И здесь надо тоже в эту сторону посмотреть внимательно. И вы идете, когда на обучение, на любое обучение, вы уже даете мозгу понять, что вы обучаетесь. И он уже не ведет себя, как он хочет. У него уже структура. И вас на любое, на любом мероприятии, эксперт, учитель какой-то, ну, любой мастер, профессионал, который обучает чему-то или передает вас свои знания, он вас обучает. И вам необходимо перенять это, отследить это, анализ провести, как было до того и после того. И только тогда понять, как у вас это происходит, у каждого по-разному происходит. Вот я анализ сразу провожу, ну, потому что я целитель. Я анализирую сразу, что у человека, как он, и человек попадает в мои теплые ручки, он уже понимает, что дернуть лево, не вправо, никак. Все равно придется делать. Ну, ну-ка, если вы хотите результат, а не таблетку, то вам придется делать. Как бы да. Никак по-другому. Вы будете делать. И я делаю, плакала и делала, когда кишечник не работал. Когда голова болела так, что 10 дней не спала. И по 10, и по 10, и больше не спала. Я как курица на носисте была. У меня просто была голова, как в тумане. Вот. И поэтому примите к сведению все, что я сказала. Здесь нет ничего, никакой лжи. Здесь есть, здесь все истинно. Все, как я передаю через себя, как я проходила. И ваше только либо взять, либо не взять. Либо искать дальше. Вы можете ходить и искать, да. Вы можете взять, записаться и не прийти, не открыть файл. Вы можете взять от меня практики и ничего не делать. Можете. Ну смотрите на, значит, на самом эмоциональном интеллекте. Что вы узнаете? Какое влияние оказывается мозг в стрессе на гормональные процессы? И куда уходит энергия? Ну вы прочитайте. Все, все прочитайте, зайдите. И симптомы прочитайте. Все симптомы я расписала не просто так. Потому что это звено. Девочки, это звено, с которым необходимо работать. А не просто выпить какой-то синтетический гормон. Он ничего не решит. Или может быть покажет какую-то смазанную картину. Ну как бы так. И еще знаете, кто ко мне, например, приходили с напичканными гормонами. Я помню, у меня есть отзыв Оли, на которой в 35 или 36 лет поставили вообще диагноз бесплодие. Совершенно здоровой женщине. Ей, по-моему, еще там инфекцию. Тоже есть видеоотзыв. Инфекцию занесли. Поставили диагноз. Напичкали гормонами. И она пришла. И что? Я говорю, не знаю. Поможете? Я говорю, давай работать будем. Я же не знаю, как она будет работать, правда? Тут же все зависит от того, что будет делать человек и что не будет делать. И когда она через 8 месяцев забеременела и сама родила. Вот как вы считаете, как эти специалисты, которые ставили диагноз бесплодие, как они себя чувствовали? Блин, ну это вообще просто надо взять и уволить такого человека, который такой диагноз ставит. Молодой женщине. А ведь они уже в 35 лет ставят старородящий. Блин, у меня бабка, прабабка Ева. У нее только 10 детей было, выжило. 10 детей. И она последнего уже родила в 60 лет. Ну, как бы так. Вот женщины были в русских селениях. Не то, что сейчас. 35 старородящие. Нас же придумали такое обидное слово, прям обидное слово, прям бьющее по самооценке женщины. Любят они климакс, старородящие. Ой, сами они старородящие. Сами не в климаксе. Нет климакса. Есть проявления, возрастные проявления девочки. Но они присутствуют. И возрастные. В каждом периоде происходят возрастные перемены. Каждые 7 лет обновляется все. И, естественно, и подростки испытывают неприятные симптомы. И женщины, которые входят, начинают половой жизнью жить, тоже у них есть определенные моменты. Потом, когда беременеют, когда они рожают, после родовая идет история. Потом зрелость наступает. Здесь выровнять нужно грамотно, чтобы в следующие периоды, возрастной период, уже перехода, когда угасание будет функции, значит, деторождения. К ней нужно подойти очень грамотно, чтобы потом жить и наслаждаться жизнью в возрастном периоде, который считается старостью. Ну да, я вот старая. Ну скажите мне в лицо, что я... Ольга, вы старая. Кто мне скажет? Да меня девушка везде называют. Я в 62 года получаю больше комплиментов, чем в 30 лет. Вот как вам это? А в 35 я вообще не получала, потому что я уже была старушкой. Ну а сейчас я молодая женщина, в 62 года. Что вы думаете, я другая? Нет. Нет. Я пчелка. Я трудяшка. У меня есть инструменты, я иду по ним всю жизнь и делаю, все это делаю. Не даю себе возможности сказать, нет, сегодня не сделаем, а завтра сделаем. Нет. Я уже это тоже проходила. И кто отклоняется от моего алгоритма молодости, получив его, он все равно возвращается к нему. Заметь. Начинает все с начала. Ну тут уже все с начала начинать. Уже нужно с мозгом договариваться по-другому, потому что он уже видел, как вы дали послабинку ему, то есть мы ему разрешили это сделать. Я четыре раза бросала, я знаю, и как здесь происходит. Поэтому внимательно послушайте себя, распишите все свои желания, все свои боли, болючие. На бумагу выкидайте их, прям выбросьте, напишите, напишите, что у вас. И через бумагу все. А что? А зачем это мне? А как я к этому пришла? И какие вопросы будут идти? И все это напишите на бумагу. А потом прочтите. Ну прям найдите для себя время и сделайте. Хочу прийти. Я одна людей, которые ходят по врачам и выписанные ничего не лечат. Ну не берут и не используют. Что-то у меня зависло. Я знаю, что они ходят по врачам и то, что выписывает врач, они это не используют. Но ходят. У меня мама была такая. Она очень интересно себя вела. Я помню, что она в поликлинику собирается, одевает новое белье, новое платье. Одевает как на праздник. Я говорю, мам, ты в больницу идешь, в поликлинику. Ты вообще что, ты перед папой так не ходишь? А папа сидит, так на нее смотрит. Вот понимаете, как было у человека в голове. Она слилась так на нас. Чего вы вмешиваетесь в мою жизнь? Ей так нравится. Ну вот. До инсульта себя довела. В красивом платье, в красивом белье. Поэтому полюбить нужно себя через действия. И на этом я заканчиваю, мои хорошие. Внимательно переслушайте эфир. Особенно, кого это очень сильно запределило через злость и раздражение. Что Ольга говорит ерунду, что Ольга говорит неправду, что все это чушь и тому подобное. Просто знайте, что это говорите не вы, это говорит ваш мозг, чтобы вы не шли вперед. Ну а кто осознает, тот, пожалуйста, 4-го числа приходите, поговорим. И не просто поговорим, а вообще эмоциональный интеллект – это очень интересное мероприятие. Во-первых, это очень веселое, потому что вы сразу войдете в состояние радости. Я вам покажу, как это сделать. Мы разберемся с этой историей. Ну и сейчас не буду говорить, что там будет, но там будет интересно. Что я вам сейчас сразу расскажу о людях? И что? Нет, придите туда. И мы в том кругу тесном, которым действительно это необходимо. И поговорим. И я передам интересные вещи. А так просто говорить. Я каждую пятницу и вторую к веду эфиры говорить могу очень много. Главное, чтобы вы это приняли. А если не приняли? Ну, ваше дело. И кого уже давно не веду за собой, за ручку? Нет. А рука помощи у меня вот протянута. Вот, берите. Берите и вперед. Все очень просто, на самом деле. Не надо усложнять. Женщины вообще имеют свойство усложнять то, что не нужно усложнить. Но эта функция мужская. Ее нужно тоже отключить. Это мужчины так любят. Им это необходимо. Совсем не нужно идти по мужской стезе. То есть по мужскому пути в обличии женщины. Все. Обнимаю всех сердцем. Надеюсь, я ответила на все ваши вопросы. Пишите в комментариях, что вам понравилось и что не понравилось. Я вообще ровно отношусь к комментариям. Абсолютно ровно. Пройдя опыт в ТикТоке, меня уже мало кто затронет каким-то негативом. Вот и все. С благодарностью принимаю ваши комментарии. И с любовью просто пожелаю вам, чтобы вы осознанно принимали все эти боли, которые вам даны. Они вам даны для чего-то. Ни одна боль в теле не происходит просто так. Тело разговаривает с человеком. Каждая клеточка знает наши мысли. И если у вас произошла какая-то, какой-то произошел сбой, значит тело вам транслирует, что вам необходимо изменить. Где? Сначала в мыслях. И только потом на физике проявления. Ну что? Покойной ночи. Кто живет в моем регионе? И хорошего вечера. У кого там вечер или день? Какие-то есть еще? Запись будет? По крайней мере идет. Знаю. Ну вот, благодарных больше. Запись. Коля будет запись, да? Еще раз присмотрю. Да, Яна, я научилась, я воин. Я научилась бороться за жизнь. И я с детства. У меня, может сказать, это заложено, наверное. Если бы я не боролась, я бы не выжила. Я вас благодарю. О, мотиватор. Я научилась мотивировать. Через те процессы, как я мотивировала себя, я научилась мотивировать людей. Ну все, мои хорошие. Обнимаю всех сердцем. Благодарю всех, кто присутствовал на эфире, кто будет смотреть эти записи. Всего вам доброго и светлого. С вами я, Ольга Мира. С вами я, Ольга Мира.